11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Соня Дёмина и Анна Лапшина. Всем доброго утра. Мы сегодня работаем два часа, как обычно. Тема первого часа такая потребителям очень небезынтересная, как мне кажется. Мы будем говорить сегодня про качество воды. И в нашей студии Ольга Карачёва, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Ольга Владимировна, здравствуйте. Наталья Саба, замначальника отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приворскому федеральному округу по Кировской области. Это сложная такая конструкция. Нам, Наталья Валерьевна, пояснит. Это федеральная структура, я так понимаю. Да, федеральная структура добавляется по Кировской области. По Кировской области, да. Добрый день. И Василий Зонов, владелец сети киосков «Ключ здоровья». Василий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И мы сегодня будем говорить про качество воды больше, наверное, всё-таки вот как раз в киосках «Ключ здоровья». Можно и пошире говорить. Можно и пошире, но там уже дальше как пойдёт дело. Начнём мы вот с чего. Как я понимаю, периодически возникают какие-то там претензии, не претензии, возможно, там какие-то жалобы, не жалобы на качество воды, которые обращения эти поступают в Роспотребнадзор. Всё верно? Все обращения на качество воды, в принципе, поступают в Роспотребнадзор. В том числе и в Роспотребнадзор, может быть, ещё куда-то поступают, но к нам в первую очередь, я так считаю. Если мы сегодня говорим, речь ведём о «Ключе воде», «Ключа здоровья», то в этом случае хочу сказать, что за 2019 год обращений в Роспотребнадзор, правоуправление Роспотребнадзор не поступало на ненадлежащее качество воды. Но так или иначе, всё равно были проверки. Проверки, независимо от жалоб, у нас проводятся в плановом порядке. Это в соответствии с федеральным законом 294, который определяет объекты надзора в зависимости от санэпид-благополучия объекта и объекта, который, как вода, например, пользуется наиболее массовым спросом. И такой дифференцированный подход закладывается в план мероприятий эвгодичный. Этот план, в общем-то, ни для кого не является секретом, выставляется на сайте управления, на сайте прокуратуры. И в соответствии с этим планом проводятся плановые проверки, которые планируются заранее не потому, что там всё плохо, а потому, что там для того, чтобы там не стало плохо. Ну и чтобы подтвердить, что всё хорошо. Ну, методом исключения получается, что так. Хорошо. Я так понимаю, что если мы про сеть «Ключ здоровья» говорим, то есть определённый график проверок, который там время от времени, значит, происходит. Как часто? Ну, тем же 294-м федеральным законом регулируется кратность проведения проверки. Такие проверки могут проводиться как один раз в год, так и один раз в пять лет. Вот последняя проверка, которая проводилась в отношении П. Зонова, являющегося владельцами скважин, откуда раздаётся вода по киоскам «Ключ здоровья», проводилась буквально в этом году. Результаты проверки также выставлены на сайте прокуратуры в едином реестре проверок. Кто желает, может ознакомиться более подробно. Ну, я так понимаю, что претензий нет. Ну, видите, надзорный орган, в общем-то, для того, наверное, и существует, что хороший надзорник, он всегда найдёт нарушения на любом объекте. Тем не менее, у нас были выявлены некоторые нарушения, но я думаю, что нас услышат и исправятся. Понятно, уже услышали и исправились. Ну, вот пусть Василий Васильевич, кстати, да, расскажет, ну, что за нарушения-то были. Ой, я даже не помню. Вы не помните. Я не помню, там какие-то документарные нарушения, они вовремя предоставлены. Ну, я даже думаю, не стоит и говорить сейчас пока-то. Понятно, понятно. Они незначительно не влияющие на качество. Я правильно понимаю, что проверка-то идёт, наветь, идёт вот по каким-то точкам, условно говоря, там, да, либо скважины проверяются, либо точки торговой реализации проверяются, либо там, вот система сама, схема транспортной доставки, там, да, воды от скважины до киоса. То есть проверяет всё комплексно. Совершенно верно. В данном случае проводилась проверка, то, что было в собственности П-зоновой, это скважины. Проводилось, значит, исследовались материалы за предыдущие годы, какие были по качеству воды, результаты лабораторных испытаний, результаты того, как выполняется программа производственного контроля. Потому что если вот так вот начинать говорить о воде, то прежде всего, конечно, ответственность очень большая лежит на том, кто эксплуатирует данную конкретную систему водоснабжения, да. И что хочу сказать. Действительно, очень большой объём лежит ответственности на этом хозяйствующем субъекте в том плане, что именно им осуществляется производственный лабораторный контроль. То есть он сам знает, где у него слабые места, и, естественно, это обращает внимание. Чаще проводит лабораторный контроль, качество воды меняет какую-то технологию, может быть, водоподготовки на более совершенную. То есть вот тут вот как раз у нас и получилось, что на этапе выхода воды для транспортировки и разлива качество воды соответствовало установленным нормативам той воды, которая получается из скважины. Как это происходит, Василий Васильевич? То есть вот говорит нам Ольга Владимировна, что есть определённый контроль с Вашей стороны. Ну, Вы знаете, у нас изначально со времени основания сети киосков «Ключ здоровья» Это произошло, запустили мы в 2002 году. Мы изначально опирались на специалистов. Роспотребнадзора. Во-первых, гидрогеологов, при помощи которых, вот, Ольга Владимировна лично 20 лет назад, вот мы сейчас сидели, вспоминали для эфира, она 20 лет назад занималась поиском вместе с русским Анатолием Васильевичем, русский легендарный наш гидрогеолог. Они совместно, по моей просьбе, по моему заданию, искали скважину наилучшего химического состава с отсутствием загрязнения и прочего, с дебетом подходящим, с заступностью территориальной. То есть это была большая работа, по словам русских, где-то около 2000 скважин было обследовано по документам, не с выездом на места, а, действительно, по каталогу. Микрофончик себе поближе немножко. Химический анализ этих скважин был. Это первое, это, значит, поиск качественной питьевой воды, максимально высокого качества, который доступен в регионах, так сказать, радиусом 30 километров от стоящих от Кирова, диаметром 60. Такая была задача поставлена. Второе, естественно, для контроля, для донесения до потребителя воды исходно хорошей, отличной скважины, значит, необходим постоянный контроль и соблюдение всяческих процедур, значит, в их число входят мойки, надлежащее оборудование, надлежащие материалы, отбор анализов периодически и так далее. Целая программа производственных контроля, которую Роспотребнадзор, в общем-то, разработал для нас, может быть, совместно немножко с нами. Есть некое методическое такое пособие, которым вы пользуетесь? Да, это серьёзный труд, там оговорено всё, значит, добыча, хранение, транспортировка, периодичность и моет, концентрация растворов, наименование растворов, периодичность отбора проб, объёмы анализов, периодичность анализов, ну и много всего. То есть это весь труд, который, так сказать, вернее, вот этот документ обширный, который контролирует нашу деятельность, при помощи которого с использованием которого Роспотребнадзор контролирует нашу деятельность. Так, а исследование непосредственно качества воды делает какая-то лаборатория ключа здоровья или вы всё-таки вот те пробы, которые вы забираете, вы относите в Роспотребнадзор? Вы же всё равно как-то контролируете качество? У нас нет лаборатории. Своей лаборатории нет? Нет, это дело специалистов. Лаборатория – это серьёзная вещь, дорогостоящая, требующая специалистов. Это сертифицированная должна быть и по людям, и по компонентам, и по инструментам. То есть есть профессиональная, значит, лаборатория. В Роспотребнадзоре всё правильно, да? В Роспотребнадзоре лаборатории нет, но есть аккредитованная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Всё понятно. Просто, видимо, по старой памяти осталось, что раньше это были два органа, вернее, два органа в одном, а сейчас произошло разделение. Ну, это ваши коллеги, получается, да? Ну, да, да, это наши коллеги. То есть это государственная некая организация, которая осуществляет контроль. Всё понятно. Ну, то есть независимо от ключа здоровья организации, я об этом хотела сказать. У нас нет лаборатории, да. У нас нет специалистов и нет оборудования. Вот там анализы до 84 строчек на разные, в одном анализе, в общем химоанализе на скважину. То есть там масса должно быть оборудование, реактива, специалистов, чтобы сделать подробный, полный химический анализ. Это невозможно в бытовых каких-то условиях. Как часто это происходит, Василий Васильевич? Ну, периодичности отбора проб у нас, они разные для разных. У нас есть отбор проб и скважины, который происходит раз в год. Это полный химический анализ, значит, который определяет состав воды и скважины. Скважины, артизианские воды, вернее скважины, пробуренные, так сказать, на достаточно глубину, в достаточно защищённых горизонтах, они отличаются стабильным химическим составом и отсутствием заражений бактериологических. То есть если мы через год возьмём этот же анализ из этой же скважины... Он совпадает примерно. Он совпадает, может быть, доли процента, погрешности измерения он отличается. При условии правильной эксплуатации скважин, соблюдение санитарных зон, естественно, и прочих условий, которые нас тоже контролируют. Так, и скважины раз в год. Скважины раз в год. Год этого достаточно. Мы сейчас сделаем тогда на этом небольшую паузу, 20-секундную, и вернёмся в студию. Программа «Дневной разворот» продолжается. У нас в гостях Ольга Карачёва, это Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Наталья Саба, Департамент по недропользованию по Приложскому федеральному округу по Кировской области и Василий Зонов, владелец сети киосков «Клюз здоровья». И мы продолжаем, собственно говоря. То есть вот остановились на том, что проверка скважины, она такая вот проверка со стороны владельца, она раз в год бывает. Бывает ли чаще что-то? А можно вообще какой-нибудь такой философский вопрос я тут вставлю? Что такое хорошая вода? Да, что такое хорошая вода? То есть вот все эти проверки, 84 строчки в анализе. Но не может же быть, чтобы везде должно стоять ноль. То есть в воде же есть какие-то микроэлементы, они там всё равно должны быть. То есть как определяются эти нормы, что там должно быть, что там не должно быть? Что мы называем хорошей водой, а что нет? Кто? Если у вас по всем строчкам ноль, это дистиллированная вода. Нельзя пить. Это её нельзя пить? Нет, она же не пригодна для питья, потому что, ну понятно, что из химии… То есть там микроэлементов нет каких-то. Вымывает из питья. То есть там микроэлементов нет каких-то. И не проводит электричество даже. Значит, что хочу сказать. Существует такой показатель, как качество воды. Качество воды определяется по санитарно-химическим показателям и по бактериологическим показателям, или микробиологическим. Нормативы устанавливаются как санитарными правилами, так и гигиенические нормативы. Есть специальные нормативные документы. В основном, конечно, практически все вот эти нормативные концентрации, они подтверждены экспериментально отсутствием непосредственного или отдалённого воздействия того или иного вещества на здоровье человека. Ну вот у нас идёт вода из-под крана у всех, а она тоже вроде ничего такая. Она нормативного качества. Нормативного качества. Но нормативы очень разные. Да, вот чем отличаются нормативы для водопроводной воды и для воды, вот такой, которая в ларьках включает здоровье? Есть ли вообще различия? Ну вот у меня есть таблица сравнения, значит, норматива санпин-питьевая вода. Значит, санпин-питьевая вода упакована в ёмкости, как продукт питания. И санпин-вода водопроводная для источников централизованных. То есть водопроводные и бутилированные? Ну, грубо говоря, так, да. Грубо говоря, так, если упростите название. Конечно, безусловно, требования к воде питьевой, бутылированной, они гораздо выше по многим позициям, почти по всем. По некоторым отличается там 0,7 раз, 2 раза, 2,5, вот если сравнить. То есть это содержание микроэлементов полезных или это отсутствие, наоборот, каких-то вредных веществ? Отсутствие вредных в основном. Значит, там отсутствие вредных веществ. Понятие физиологической полноценности, она предполагает наличие в воде нескольких всего лишь полезных компонентов. Бикарбонаты, кальций, кости, зубы наши, значит, калий, магний, йод и фтор в микродозах. Вот эти, собственно, вот так, если они грубо, не совсем. Нет, не так, не так. Ольга Владимировна говорит, нет, не так. Нет, я не согласна, конечно. Ну, скажите, что... Четыре показателя определяют качественную воду. Нет, я имею в виду полезные, а остальные вредные. Ну, в любом случае, вода у нас есть, и вода у нас есть в организме, и сказать, с точки зрения санитарного врача, конечно, и гигиениста, да, я не могу сказать, что, допустим, та вода, которая укладывается в нормативы, она там чем-то неполезна или вредна. Вот так, это лично. Мы не врачи, мы вообще не можем делать в области. Я бы так не говорила, да, потому что я ещё раз подчёркиваю, что нормативы установлены все на основании вот именно экспериментальных данных, вот. Как непосредственно, так и отдалённого воздействия, при употреблении воды, отдалённого воздействия на здоровье человека. Нет, но есть, конечно, ещё такой термин, как сбалансированная вода, да, то есть вот там именно те микроорганизмы, которые нам необходимы, там, для строения клетки, там, для роста вот они в определённых количествах. Да, конечно, какой-то разбег есть для этого. Понятно, что мы все пьём воду ту, которая существует в природе, да, мы не можем из этого, из цикла, из микромира выключиться каким-то образом, себя изолировать и вот перейти на чисто дистиллированную воду. Поэтому понятно, что вода, которая находится в подземных источниках водоснабжения, она наиболее защищена, да, от поверхностного загрязнения. То есть и скважины вода более полезна? Ну, можем говорить так или не можем? Скажем так, она более защищена от поверхностного загрязнения. Сейчас спросим, да, у специалиста по недрам. Да, Наталья Валерьевна, всё-таки вот скважины, почему тогда вот эти вот участки-то вы исследовали в таком количестве большом? То есть вы тогда что искали? Ну, то есть вот мы поняли, да, что вода поверхностного забора и вода глубинного забора немножко разные, да, между собой? По качеству, да. Да, вы искали, вы какое-то прям вот количество нужных микроэлементов искали в этих скважинах или вы искали там отсутствие вредных примесей или что? Мы себе задачу поставили обработать вот сколько можно было химических анализов по скважинам в радиусе 30 километров от города Кирова, чтобы вода соответствовала требованиям Санпин, вода питьевая. Чтобы не превышали, да, показатели. Мы специально не искали кальций, там, натрий, просто искали, чтобы соответствовало, потому что, к сожалению, у нас, значит, на территории на этой, ну, превышают компоненты определённые. А, то есть даже вот если есть под землей её брать в воду? Да, конечно, потому что, допустим, если превышают бор, это значит там бор, содержащие породы, если кремнии, значит там пески, ну, да, бывает, PH, бор, толь. То есть вне зависимости от того, на какой глубине эта скважина всё равно что-то присутствует? Да, и тем более, если глубже, там ещё хуже, там уже сухой остаток будет превышать, уже больше одного. Рассолы. Да, там уже рассолы, это вообще уже непригодно для питьевого водоснабжения. Так, тогда возвращаясь всё-таки к ключу здоровья. Сейчас-то вы из каких скважин берёте воду? У вас их сколько? У нас сейчас две скважины. Обе найдены при помощи гидрогеологов, значит, имеющие оптимальный солевой состав и отсутствие бактериологических загрязнений. То есть требующие, не требующие водоподготовки, вот одна скважина, а другая небольшая водоподготовка у нас есть. Так, что такое водоподготовка? Давайте, слушайте, расскажем. Это коррекция состава, химического состава воды, значит, изменения. Вы туда что-то подмешиваете? Нет, наоборот. Наоборот, что-то убираете. Вот, к сожалению, вот, пользуясь, так сказать, случаем эфира, значит, люди не любят накипь в воде. Да, это правда. И считается это признаком плохой воды. В то время как, значит, источник поступления кальция в воду, насколько вот я знаю, читал, вернее, водный в основном, источник поступления кальция в организм. Так. Вот, это водный. То есть вы можете есть толченую скорлупу яиц, там, она не усвоится, не укрепит ваши кости, зубы. То есть кальция, содержащаяся в воде, он усваивается лучше. Кальция, да, декарбонат и кальция, они должны, в ионном виде, они вступают в обмен веществ, и вы получаете крепкие кости. Если у вас исключается остеопороз, перелом шейки бедра у пожилых и так далее. Ну, мы так прямо вот говорить не можем, наверное, что исключается. Ну, скажем так, да, минимизируются риски каким-то образом, да? То есть кальций должен поступать, он необходим, значит, кальций, калий, магний. Это мы все знаем, мы все у стоматолога были. Все понимают, зачем нужен кальций в организме, да. Ну, тогда получается, что если состав воды под землёй, он особо не меняется, если скважина эксплуатируется правильно, зачем же брать постоянно пробы? То есть не легче ли смотреть, как эксплуатируется скважина? Ну, и всё смотрится у нас, я тебе скажу. Ну, наверное, никто не возьмёт на себя ответственность, поставляя воду такому кругу населения, не контролировать источник. Думаю, что тут как раз очень большая ответственность. То есть вот эти две скважины, с которыми вы работаете, те самые скважины, которые были найдены 20 лет назад? Или это другие скважины, вы меняли их? Давайте, Наталья Валерьевна, расскажите. Давайте расскажу, да. Первая скважина вот в начале 2000-х, это в Бахте была найдена, потому что к нам обратились найти. Ну, нашли сначала из того, что есть. Значит, там была получена лицензия, посчитаны запасы, всё сделано, всё по закону, всё нормально было. Потом уже стали расширяться, необходимо для Кирова стало больше воды, и уже нашли месторождение под Азерий-Резервный, там, где пробурена скважина 8008 в районе деревни Сергеевой. Вот из неё сейчас, в настоящий момент. — 8008 — это глубина? — Номер. Это номер скважины 8008. — Боже мой. Боже мой. — Да, я уже прямо так вместо... Страшно стало. — Вот имеется лицензия, запасы посчитаны, повышенные категории, проект водозабора сделан, всё, как по законодательству, всё, что положено, там всё сделано. Зона санитарной охраны соблюдается, отчёты нам все сдаются, всё, что можно, в общем, там никаких претензий никогда не было. И вторая скважина, номер 141, она находится уже... — Запорожье. — Да, Запорожье, там у неё тоже и зона огорожена, всё, она около леса, в хорошее состояние, там вот тоже месторождение, и всё посчитано. Там всё, что положено по закону, всё сделано. Сейчас только контроль вот уже поступающей воды на поверхность и дальше уже, как она вот, куда она расходуется, и там уже контроль идёт. — Так, то есть скважину контролируют раз в год. А что контролируют чаще? — Ну, кроме скважины, отбора воды из скважин, значит, у нас происходит отбор воды из водовозов, ёмкости, которые мы, значит... — Цистерны. — Цистерны, да. Вот, и ёмкости, которые находятся в киосках. — То есть вот эти вот баки большие там, такие, да, металлические? — Да, баки, эти кубовые. — Значит, отбор, этот как бы у нас 193 киоска сейчас в городе, отбор происходит, ну, практически раз в две недели, наверное, из разных групп. — Это ваши делают сотрудники? То есть отбор берут ваши сотрудники или совместно с Роспотребнадзором? — Нет, это бьёт сотрудника лаборатории, о которой говорил Роспотребнадзор, и она с нами... — Да-да-да, центр гигиены, да? — Да, и она с нами на нашей машине объезжает со своей вот этой сумочкой, которая там стеклянная, у неё колба специальная. Официально обжигает носик крана спиртовой ваткой, там у неё технология процедуры забора, она тоже определяется, и увозит эти бутылочки на анализ к себе. Там уже краткий химический анализ и бактериологический делается. — Так, и как быстро это происходит? — Сам производство анализов. — И отбор, и, собственно, результат, когда получается. — Ну, полный химанализ, он делается, естественно, дольше, там 84 строчки. Он долго делается, где-то, я думаю, неделю, наверное. — Где-то с недели примерно. — А быстрые, краткие химы и, значит, баки, они делаются краткие, они делаются быстрее. Там 2-3 дня. — 2-3 дня. Хорошо. Мы сейчас делаем перерыв, у нас небольшая реклама, и через полторы минуты мы вернёмся. Программа «Дневной разворот» продолжается. У нас в студии Ольга Карачёва, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Наталья Саба, заместитель начальника отдела геологии и лицензирования департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Кировской области. Я справилась. И Василий Зонов, владелец сети киосков «Ключ здоровья». Возвращаясь к проверкам, о которых мы говорили до перерыва. Как часто проверяют каждый киоск? То есть мы же понимаем, что раз в две недели вы все свои 200 почти киосков, наверное, не можете объехать за специалистом Центра гигиены. Специалисты Центра гигиены объезжают наши киоски с нашими представителями, естественно, с ключами. На нашей машине везут свои бутылочки, свои спиртовые растворы, которыми обжигают, стерилизуют места от отбора проб. Значит, у нас норматив ежемесячно с каждого киоска должна быть взята проба. Ну, поскольку киосков много, значит, процедуры отбора ведутся практически раз в неделю. Несколько групп киосков. Журналы отбора проб, журналы анализов, значит, по всем киоскам они все есть, они выложены у нас на сайте. Все это можно посмотреть, что каждый киоск проверяется. Состав у нас из года в год, как говорится, стабилен, соответствует составу воды в скважин. Наша задача без потерь донести до потребителя воду того качества, которое нам дает природа из скважин. А транспортеры, Василий Васильевич, вот эти вот цистерны, которые транспортные возят, они также часто проверяются? Они проверяются тоже, да. Там тоже происходит отбор проб. Из них вот я, к сожалению, сейчас забыл даже периодичность, по-моему, их тоже, по-моему, раз в месяц проверяют. Раз в месяц. Вот, и еще там хотелось бы проверки, кроме процедур проверок, у нас происходят еще и мойки регулярные, оборудование. Все оборудование, которое соприкасается с водой, значит, оно, во-первых, имеет материалы, из которых сертифицированы для контакта с пищевыми жидкостями. Водой, в частности. Вот, и регулярно имеют такие конструкции наши, все оборудование, что позволяет производить безразборную мойку, механизированную посредством форсунок и насосов специальных. Мы креодез, есть такое вещество креодез, которое рекомендовано нам Роспотребнадзором в качестве стерилизующего вещества. Это некий какой-то ацербент или дезинфицирующее вещество. Надуксусная кислота, которая, значит, уничтожает и бактерии, возможно, и вирусы. Ну и кроме того, даже с налётом, поскольку кислота, то и налёт кальцировый может быть убрат. И кроме того, она безвредная относительно для природы. И в качестве воды и на выбросах вот это всё не сказывается. Она легко смывается при мойке, без следов, она беспенная. Вот, легко смывается и легко утилизироваться, поскольку она разлагается на воду, что-то там какие-то безвредные достаточно компоненты, и поэтому широко применяется именно в пищевой промышленности. То есть это история, это не только с вами история, я так понимаю, что многие пользуются, да, производители промышленности, пищевой продукции. Ну, не могу сказать пищевую промышленность. Насколько часто пользуются там производители. Но то, что они работают исключительно на таком препарате, который, видите, впоследствии бы не давал ещё и запаха обработки, да, как мы знаем. И природе. Водопроводная вода, когда идёт обеззараживание хлором. Да, мы запах хлор и чувствуем все. Но надо заметить, что всё-таки в последнее время он стал значительно спокойнее. Я так понимаю, что там технологии немножко изменялись. Водопроводная вода по очистке. А вот эта вот история с транспортировкой, как бы, ну, мы все понимаем, да, что, ну, как бы, не в вакууме же это всё происходит. То есть вы сначала забираете воду из скважины, она каким-то образом наливается в цистерну, потом из цистерны она наливается в баки, которые в киосках. Это всё равно, ну, какие-то контакты там, да, с неким оборудованием. Возможность вообще заражения воды, хорошей воды, которую взяли из скважины, там, вот в процессе этого перелива из одной ёмкости в другую, насколько это вероятно? Ну, конечно, это наиболее слабое место. Поэтому, вот, как было сказано ранее, контроль проводится почаще. Ну, и, насколько я понимаю, специалисты тоже проходят обучение, какой-то минимум гигиенический задают на предприятие. Это тоже всё в рамках производственного контроля. Как обращаться с оборудованием, как его укладывать или как его изолировать от контакта с каким-то загрязнителем. Даже с воздухом. Даже с воздухом. У нас, кроме криодезы, применяются ещё другие мышечные существа. Концы шлангов и все поверхности, которые разъединяются и соединяются, вот эти все кондектирующие поверхности, они обрабатываются специальным раствором, дезинфицирующим другого вида, значит, он называется, он на пропиленовом спирте, где есть раствор, значит, упаковывается в одноразовые пакеты после обработки, то есть полностью во время транспортировки, значит, это всё закрыто, обработано дезинфицирующим раствором специальным. Вот, и при заправке, значит, эти чехлы снимаются, происходит соединение, потом заправка, и при разборке обратно потом тоже это всё стерилизуется, упаковывается. Третье дезинфицирующее существо отдельно применяется у нас для обработки полостей розлива, прилавков, ну, там полость розлива, куда ставится бутылка. А я поняла, где бутылка до помещается. Вот, они уже такого общего, так сказать, применения более хозяйственного, не специального. То есть это можно в обычном магазине найти, эти препараты, которыми вы обрабатываете. Я, кстати, не видела, как это происходит обычно. А это ночные мойки. А, понятно. Все мойки у нас ночные, мы не можем отключить киоск. Ну, естественно. Вот, в киоске, в мойке участвуют две машины. Одна машина с моющей установкой, вот, и с ёмкостью накопительной, куда сливаются остатки раствора, и сливается ополаскивающий раствор после троекратного ополаски. И рядом стоит плодовоз. Который уже заполняет потом. Он справа ополаскивает, тщательно ополаскивается, потом, значит, проверяется, это всё лакмусы, бумажка, остатки даже невидимые органолептические или по запаху, реагируется бумажка, если реакции нет, значит, только тогда происходит заправка. Эти процедуры все у нас ночные. А как часто моют киоски? Ну, киоски у нас моются раз в два месяца. Вот, а анализы добираются чаще. И, в общем-то, отбор анализов – это тот показатель, который, вернее, анализ воды, бактериологический, химический, тот показатель, который характеризует качество воды. Сама по себе вода поступает практически стерильной. Вот, там нет бактериологии у нас. Задача – не привнести эту бактериологию по пути следования до потребителя. В процессе транспортировки. Транспортировки, продажи. У меня просто рядом с домом вот как раз ларёк ключа здоровья, и я никогда в жизни не видела, как их моют. Вот, всё ночью. Я спросила, чтобы знать, сколько ночей нужно не спать. А у нас постоянно эти мойки идут. Понятно. Ещё, смотрите, вот какой у меня вопрос. А всё-таки в ситуации, если вдруг вы вот эти ваши делаете регулярные анализы, там, да, или плановая проверка какая-то от Роспотребнадзора, или, например, что-то случается, ну, в природе такое, да, что может сказаться на качестве воды. Вы вообще, как бы, к этой ситуации готовы? Ну, то есть, как это будет происходить? Как-то вот вы, там, киоск закроете, ещё что-то на этот момент? При первом же плохом анализе, несоответствующим требованиям СНПИНа, по которым мы работаем, и программе производственного контроля, будет закрыт киоск, возможно, и сеть. Мы готовы реагировать, естественно. Для того и контроль, мы, в принципе, не обязаны были его и сейчас делать по новому законодательству, но нам нужен контроль стороннего компетентного органа, который следит за нами и нашей деятельности. От вас независимо. От нас независимо обязательно, обязательно. Такой вопрос. Вы сказали, что вот там по жалобе кого-то из покупателей. Как действительно вы отрабатываете жалобы покупателей, если они поступают к вам, а не в Роспотребнадзор? Наверное, первое автоматическое... Есть обращение, есть форма обращения на сайте, я видела, да. Есть, и в сайте к нам обращаются по телефону, у нас есть на каждом киоске телефон дежурного, круглосуточный, не круглосуточный, до 10 вечера. Человек жалуется на вода зелёная или плохой отбор, вернее, вкус плохой, значит, цвет. Значит, пишут, мы перенаправляем его в Роспотребнадзор, значит, обращайтесь туда, там специалисты, они нас проверяют. Ну и сами, естественно, дежурные, которые у нас ездят, они подъезжают к этому киоску. То есть даже если это вечером он приезжает. Да, у нас до 10 вечера работают и ночной мойки. Вот. Происходит, как правило, жалоба от человека, который имеет грязную бутылку, либо держит её открытую на свету, когда водоросли там расслуждаются. А, понятно, она цвести начинает. Вот, она начинает цвести, водоросли питаются углекислым газом воздуха, хлорофилл у них синтезируют на солнце, и они чисто в дистиллированной воде могут расти за счёт этого тела своей строя, в отличие от батарей. Вот. И, ну, не как правило, почти в 100% случаях даже. Чаще всего это тара. Плохая тара. Это тара. Понятно. То есть кто-то пил из горлышка, или там какие-то хомячки там жили у него раньше, потом налили воду не оболоски. Ну, слушайте, нет. Ну, такие, конечно, мне кажется, случаи это уникальные. А это очень важный вопрос, на самом деле. Как хранить эту воду, чтобы она и дома не потеряла свойства? Чтобы она не испортилась. И может ли вообще вода испортиться? Ну, тут, наверное, даже, да. Может, у всех, мне кажется, портилась так или иначе вода. Да ладно? Ну, да. Суп портится, вода портится. Может, может. Может портиться вода? У нас в воде 300 лет, по данным русских гидрогеологов, выпала в форме осадков 300 лет назад и дрейфовала в сторону понижения уклона. А, то есть это та, которая в скважинах. Вот она в питании и точка зоны питания. Нет, нет. Анатолий Васильевич рассказал что-то, я не очень поняла. Ну, он сказал, что вода в виде дождя. Вот, например, вот в Порошино, она выпала там выше по течению, в направлении овала, в третьей зонах защиты 300 лет назад. 300 лет она дрейфовала в артезианских, ой, в слоях грунта, набиралась. Добралась до скважины, до этого места без скважины. Набиралась там минерального состава, она набирается там, она падает дистиллятом, впитывается, течёт в сторону понижения рельефа, и мы добываем её по прошествии 300 лет с момента выпадения. У нас совсем остаётся немного времени, давайте всё-таки вернёмся к вопросу. Как хранить и как контролировать в домашних условиях качество воды? Мне кажется, иметь разумный запас другого, наверное, я света не дам, и как можно чаще вода же имеет способность протекать, поэтому дайте ей такую возможность. То есть менять, выпивать и идти за свежий, не покупать запас на неделю. Да, Василий Васильевич. Ну, ещё, естественно, чистая тара и тёмное, прохладное место. То есть не держать на свету? Да, на свету не держать. Эту бактериологию, вернее, водоросли могут, зелень возникнуть. А тёмное, прохладное место – это что, это шкаф? Ну, не холодильник. Под столом? Под столом где-то не на свету. Не на свету. И в закрытом виде, чтобы не было сообщения с воздухом. Пробку закручивать плотно? Ну, не обязательно плотно, хотя бы прикрыть. Прикрыть. Вот, ну вот, артезианскую воду, вернее, нашу воду разбирают на водосвятии, у нас традиционно уже больше 15 лет, называют её святой, вот, в это время, и люди хранят её погоду. Так, подождите, что Вы имеете в виду разбирать на водосвятии? Ну, ключ здоровья, у нас наши водовозы стоят в водосвятии, когда происходит крещение. Да, 19 января? Да, у нас церкви, значит, просят поставить водовозы на их территорию. А, то есть Вы поставляете? Да, они освещают её. И они освещают прямо в водовозе её? Да, прямо вот там такие сходни у них, они погружают крест. А верующие люди, значит, разбирают её с собой, уносят в бутылочках, и она погоду стоит. Хранится. Хранится, и если в тёмном месте у меня есть верующие родственники... Василий Васильевич, мы не можем сказать, это Ваша такая вода хорошая, или потому что она освещенная. Тут, извините, мы не можем гравитировать. Да-да-да, тут непонятно, кому благодаря чему это происходит. Да, и благодаря чему это происходит. Хорошо, мы благодарим наших гостей, но перед тем, как мы уйдём и завершим программу, я всё-таки хотела бы попросить, вот почему важно всё-таки пить хорошую воду? Мне кажется, мы всю программу говорим об этом. Да, почему важно? Почему? Как раз это важно для здоровья, для нашего здоровья. Плохая вода, во-первых, ты её и пить не будешь, она тебе неприятно, ты это сразу чувствуешь. Ну, если только какую-то минерализованную воду, да, исключительно в малых количествах, там вот то, что касается, там, пятигорских, допустим, минеральных вод, да. Вот, а так, мне кажется, этот вопрос-то как бы даже излишним, наверное. Хорошо. Для чего пить хорошую? Для чего мы идём? Для здоровья. Да. Для здоровья, да. Наталья Валерьевна. Ну, я, конечно, тоже такого же мнения, конечно. Если есть вода лучшая, почему её не пить? Понятно. Почему надо пить вот та, которая хуже? Так, хорошо, Василий Васильевич. Ну, мы всё, что мы потребляем из внешней среды, всё должно быть по возможности самого хорошего качества. Питание, воздух, вода, солнце. Главное солнце. Главное солнце, вот очень. Потому что наш организм формируется из этих компонентов, без них какие компоненты такой организм, такое его здоровье. Спасибо. Благодарим наших гостей. Василий Зонов, Ольга Карачёва, Наталья Саба. И заканчиваем программу. Первый час разворота завершён. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова